Добрый вечер в эфире канала Телемикс. Программа «Накипела». Телевизионная трибуна для наших зрителей. Меня зовут Ирина Мигунова. Апрельская школа управдума. Продолжаем нашу телевизионную учебу. Как лучше и эффективнее управлять своими домами, нам сегодня расскажет наш постоянный эксперт Евгений Монташов, юрист, председатель общественной организации защиты прав потребителей. Евгений, здравствуйте. В феврале последний раз мы с вами встречались и тогда намного всего интересного рассказали из новинок законодательных. Что изменилось за два месяца, что есть новое, на чем стоит нам сосредоточиться, нашим зрителям узнать и как все-таки тогда с Росреестром у нас прошли дела. Давайте напомним, что изменилось с марта. Ну да, если напомнить, то с 1 марта у нас Росреестр перестал выдавать персональные данные в выписках. То есть эти данные сейчас может получить только собственник. Вот буквально недавно помогал в оформлении документов по купле-продаже дома. И возник вопрос о том, что покупатель не может получить эту информацию собственника. То есть раньше было это проще, да, покупатель... И можно было проверить добросовестность продавца. Да, делал запрос, Росреестр получал данные и по собственнику, и по переходу прав о том, что раньше, то есть к кому принадлежал этот дом, чтобы избежать все подводные камни. То сейчас все, только сам собственник может запросить. Ну и соответственно, если сейчас собственник это запросит и предоставит эти данные, то у них дальше уже пойдет сделка. Вот это у нас с 1 марта. И это возник, породило ряд проблем, например... Мы предвосхищали их, это и управляющих компаний, но кто-то страдает. Да, мы об этом говорили, это самые две, скажем так, основные проблемы для управляющих компаний и собственников. Это первое, обращение в суд для взыскания задолженности. То есть всегда при обращении в суд необходимо указывать ответчикам, да, а как это делать, если данных нет. И вот в данном случае оперативно очень законодатели внесли изменения, и на данный момент можно поддавать в суд, не указывая ответчика вообще. Но это касается только задолженности по лично-коммунальным услугам и содержания. То есть вот это область. Но это удлиняет процесс, правильно? То есть, видимо, сам суд потом делает запросы... Да, его немножко удлиняет, но теперь это проще. Можно вообще никак, как говорится, не заморачиваться по этому вопросу. Просто указывается в исковом заявлении о том, что мы не знаем, то есть мы не обладаем данной информацией. И тогда суд перед тем, как принять исковое заявление, он делает соответствующий запрос. И, соответственно, все сроки, вся процедура начнется после того, как эта информация будет получена. То есть первую проблему, скажем так, закрыли оперативно. А вторая проблема у нас осталась, это проблема введения реестров собственников управляющих компаний. Напомню, да, что при любом проведении собрания собственники могут обратиться в управляющую компанию и получить реестр собственников. Управляющая компания обязана ввести этот реестр собственников. А сейчас, с 1 марта, получается, обновлять данные уже нет возможности. А то есть принимать решения на собраниях, там, и все вот это? Да, то есть сейчас будет возникать проблема, а, как мы помним, у нас первый квартал закончился, да, отчетная пора управляющих компаний закончилась. По идее, все отчеты должны уже быть в ГИС ЖКХ, поэтому это обязательно надо сейчас собственникам проверять. Если вдруг не так, то писать заявление в ГИС ЖКХ, чтобы ГИС ЖКХ, скажем так, простимулировало управляющую компанию разместить эту информацию, потому что к 1 апреля все должно, все отчеты должны быть в системе. И, соответственно, сейчас начинается пора проведения собраний, то есть, ну, ежегодных. Почему? Надо сформировать план работы на следующий год, да, решить какие-то вопросы, которые уже накопились. Хоть управляющая компания и не обязана отчитываться, ну, вот, в форме собраний перед собственником, но это уже общепринятая практика, что на собраниях подобных управляющая компания отвечает на вопросы, возникшие по прошедшему году, по отчету. Вот. Зачастую именно на этих собраниях поднимаются и размер платы за содержание, потому что год-то прошел, да, видно, какие расходы были, что еще надо сделать. И очень часто как раз вот именно на этих собраниях идет увеличение. И сейчас возникает вопрос, что собрания проводить надо, а реестры собственников будут по состоянию, ну, по сути, на 1 марта. А почему это важно, да, давайте напомним телезрителям, что люди постоянно меняются, что это так кажется, что это одни и те же, нет, квартиры продаются, покупаются и так далее. И из-за того, что меняются собственники, совершенно разное может быть и голосование, результаты, потому что разная квадратура, да, и так далее. То есть можно в итоге принять решение, которое оказывается незаконным, потому что оно не будет соответствовать тем собственникам. Да, все правильно. Вот в таких вот проблемных вопросах, особенно при поднятии размера платы, зачастую 2-3 голоса, они имеют решающее значение, потому что большинство собственников как бы приняло решение, да, но большинство это там 50 целых и там плюс 2 процента. И тут вот эти 2-3 голоса, если вдруг выясняется, что это было, не тот собственник подписал, не та подпись, да. Квартира, например, в соцнайме числится, ну, человек живет там уже там, ну, всю жизнь, да, и он привык голосовать, а квартира в соцнайме, то есть должна была голосовать администрация. Успели продать квартиру, то есть вариантов очень много, и зачастую вот буквально ошибка там в 3-4 голоса, она может привести к тому, что впоследствии протокол будет признан в суде недействительным. А что такое признать его недействительным, да, это уже какое-то время деньги собирались, они учитывались, то есть какие-то работы стали выполняться, а потом раз и... Извините. ...и назад, да, извините. Такие вопросы бывали, но если раньше это у нас на этом сказывалось, ну, скажем так, нечистыми совсем на руку управляющим компаниями, кто мог там каким-то образом подделывать подпись, то сейчас добавляется вполне законная проблема, невозможность именно проверить эти данные. Вот. Как сейчас будет вопрос этот решаться, пока законодателям, пока нет информации. Еще с прошлого года Минстрой предложил это ввести в ГИС ЖКХ отдельным модулям, чтобы собственники могли видеть, да, своих дом, и управляющая компания могла видеть. То есть если дом находится под управлением управляющей компании, то она, по и сути, имеет доступ, да, должна иметь доступ, потому что обязанность в законе есть в жилищном кодексе, вот прямо четко прописано, что обязаны ввести реестр с указанием фамилии и имя отчества с указанием данных по собственности. Но будет это сделано или нет, пока большой вопрос. Ну, будем ждать. Может быть, в майской или в июньской школе управдома мы расскажем нашим телезрителям, как развилась эта история. А сегодня я хотела еще вот какой вопрос задать. Пока мы с вами не виделись, периодически звонят люди, жалуются. И вот один из сложных вопросов сейчас в Возвиженке. Возвиженка, которую в муниципалитет передали, но, как выяснилось, некоторые квартиры до сих пор в военном ведомстве. И людям при передаче в муниципалитет назначена была управляющая компания, которая, по мнению этих людей, не справляется, при этом они совершенно не могут ничего с этим поделать. Большинство квартир в их домах, они не в собственности, да, скажем. Они либо муниципальные, либо все еще военные. В таких домах, на Жуковского, их там несколько, ну, на самом деле, наверное, много где в Возвиженке, что-то течет, крыша портится, и там люди даже не могут ни в суд дальше пустить все это дело. Как-то связано по рукам и ногам. Ищут юридического обоснования, юридической поддержки. Совета обещала, в программе накипело про это с вами поговорить. Что делать в таких ситуациях? Да, такая известная проблема в домах. связана была, вот как раз вы правильно сказали, с тем, что передали дома, ну, скажем так, в город Усу. И сейчас квартир осталась. Сейчас, на примере, один дом, Чайковского, два, там проходит собрание. То есть приведу этот дом как пример, скажем так, всей этой проблемы. То есть у нас есть флагман, да? В Возвиженке, кто справился? Да, на котором сейчас проводится, скажем так, обрабатывается схема, которую вполне возможно и будет применена другим домам. То есть там суть в чем. Силы распределились примерно по трети. То есть треть – это собственники дома, треть – это квартиры, принадлежащие органу местного самоуправления, и треть осталась за Минобороны. При таких условиях ни одна из сторон не может взять и провести собрание и выбрать способ управления. В Жилищном кодексе давно предусмотрено такое условие. Если собственники не могут провести собрание, то орган местного самоуправления проводит конкурс и по конкурсу выбирает управляющую компанию. Ну, по-человечески это вам назначили, да? Да. Вам назначает администрация. Их таких, ну, там несколько случаев, ну, основных – это вот этот, либо большинство, когда принадлежат квартиры тому же органу местного самоуправления, да? Если бы квартир в доме было бы больше половины у администрации, то представьте, как она может взять и выбрать какую-то управляющую компанию просто так. Это невозможно. Почему? Потому что сразу же начнут обвинять в коррупции. То есть это тоже конкурс, правильно? Вот, да. Поэтому администрация проводит конкурс. Изъявившие желание участвовать в конкурсе компании, они представляют свои условия, документы и так далее. Не все компании желают участвовать, потому что это связано с одним таким вопросом, что если ты участвуешь в конкурсе, то тебя включают в список, специальный список временных управляющих компаний, и потом другие дома тебе могут передать. Вменить. Да, и зачастую это передают как раз там двухэтажные дома, которые очень высокий размер платы, да, но при этом надо очень много делать, но даже несмотря на то, что высокий размер платы денег-то собирается мало, а под управлением такие дома – это и уборщица, да, и дворник, ну, как минимум, а аварийные службы не вытягивают по деньгам, поэтому от них управляющие компании стараются не, ну, ими не заниматься. Но непосредственно – да, это хороший выбор. Вот, а мы говорим про управление. И вот тут возникла ситуация, что у всех по трети, собрание провести нельзя, орган муниципальной власти провел конкурс. И для всех этих домах в Отдвиженке, там Гастелло, Чайковска, ну и так далее, они выбрали управляющую компанию. Собственники все-таки решили попробовать свое попараб. Она им не нравилась. Да, возникли у собственников вопросы к этой управляющей компании, они не согласны, они сейчас решили сменить управляющую компанию. И вот тут получилась интересная коллизия, скажем, недоработка законе, которая теоретически может позволить это сделать. Орган местного самоуправления обязаны голосовать, точнее сказать, они обязаны использовать систему конкурса. А Минобороны нет. Вот, поэтому сейчас собственники, они, так как у Минобороны меньше половины, то требования закона, обязывающих проводить конкурс, не работают. Обязанность по конкурсу на орган местного самоуправления. Поэтому сейчас собственники убеждают Министерство обороны, то есть у них идет работа с Хабаровском, с Москвой, то есть они их убеждают. Согласиться с собственниками. Да, согласиться с тем выбором, который сделали сами собственники. И вот, то есть в том случае, если да, удастся убедить, что сами жители дома выбрали управляющую компанию, но им не хватает процентов голосов, если они убедить смогут, все, тогда у нас произойдет первый такой переход. Я думаю, такая схема будет уже использоваться и другими домами. То есть людям удалось достучаться до ведомства? Ну, то есть это не в Москву, и не письмо на деревню Дедушки Безответное там слышат, и там общаются на эту тему? Ну, конечно, да, они работают. То есть это у Сурийска, и Хабаровска, и Москва, то есть все это дело, ну, все вместе. Обращения идут через Уссурийское территориальное отделение ЦКЖУ, они уже выходят на Хабаровск, и совместно работают, чтобы уже Москва дала все согласование. Тут самый главный момент, то, что все собственники, то есть физические лица, собственники, они объединились для выбора одной конкретной управляющей компании. И вот, ну, они все надеются, да, на то, что им удастся убедить, и тогда произойдет нормальный переход. Так, ситуация, если нет там вообще военных, а действительно муниципальных квартир больше, чем физических. Если муниципальных квартир больше, чем половины в доме, однозначно, это будет нарушением закона, если орган местного самоправления вдруг сам возьмет и выберет управляющую. Ну, вот такое еще есть вариант. Это нарушение закона. Можно идти в администрацию и просить их поменять управляющих по компании, выбрать? Они не смогут этого сделать. Не смогут. Они обязаны только по конкурсу, и все. Ну, я понимаю, я имею в виду, вообще смена возможна в таком случае, если муниципалитет захочет сменить, если, опять же, это работает очень плохо, нужно какие-то нарушения. Это необходимо основание, это необходимо нарушение условий контракта. Это должно быть фиксация актами о невыполненных работах. Рекомендую, конечно, те дома, где очень настроены на смену, надо ежемесячно и составлять акты. Не обязательно. К этим актам нет таких требований, что если там не подписала управляющая компания, то он не действительно. Нет. Любой акт, который будет составлен, там, хотя бы, ну, десятком собственников подписан, да, что им не убирают подъезды, не убирается придомовая территория, там, нарушаются сроки устранения протечек, там, коровли и так далее, то они это делают акт, подписывают и направляют его в управляющую компанию, где требуют перерасчет. Если каждый месяц будут такие акты, то это уже повод будет вмешательства ГЖИ для настройки, для ситуации, для разбора, что такое происходит, почему столько много актов. А когда, собственно, один пожаловался, другой пожаловался в ГЖИ, ГЖИ попробует провести проверку, а, извините, актов нет. То есть актов нет, официально никто не жалуется. То есть пока нет актов, считается все хорошо. А люди боятся, наоборот, бумажек, да? Они не боятся, просто люди не знают, как это так составлять. Они думают, это какие-то должны быть там специальные требования к форме, к бланкам, там, еще гербовая печать, да, и не понять, кто его должен составлять. Нет, акт составляется в обыкновенном леске бумажки, можно простой ручкой составлять. Главное, чтобы было хотя бы с десяток подписей. И конкретно перечислено, что не делается. То есть, например, зима проходила, я знаю многие дома, где снег не убирался вообще, но никто не жаловался. Все, никто не жаловался, актов нет, деньги были списаны. В таких домах, то есть просто надо было брать. С такой-то по такой-то период времени выпал снегопад, снег не был убран. Все. Вспитываем в нашей школе управдома хороших, правильных жалобщиков. Но этим надо заниматься. Этим надо заниматься, то есть почему? Потому что в первую очередь это позволяет сформировать совет дома. Вот недавно приходил на консультацию один дом, где удивительно, да, дом большой, там, по-моему, 120 квартир, но у них до сих пор нет совета дома. Они не знают, то есть, как заниматься этим, кто будет заниматься, какие вопросы надо решать. То есть абсолютно такое вот, ну, как будто, не знаю, в 2010 году живем, когда не было школы управдома, когда не было вот объяснений людям. Я думаю, что нет инициативных, кто способен взять большую ответственность, потому что поедут на том, кто начнет вести. Ну, это определенный склад людей, которые умеют быть управдомами, там, старшими по подъезду и прочим, потому что стоит только вот проявить, наверное, активность. И срочно все на тебя сядут и скажут, о, у тебя же хорошо получается, давай будешь нашим домкомом. И еще и платить тебе не будем. Так это и есть формирование совета, то есть именно за вот этих людей, кто активно, кто болеет за свой дом, и он готов на это тратить силы и время. И последний вопрос, вот вернувшись к той теме, да, где воздвиженка и муниципальные квартиры, как людям узнать? Потому что они говорят, вроде бы в нашем доме больше, а вроде бы меньше. Где взять эти документы? Куда они могут прийти и кто им их даст? И дадут ли вообще? Или нужны какие-то хитрые запросы? Нет, хитрых запросов не нужно. То есть в первую очередь эти данные, во-первых, по собственникам, физическим лицам, можно получить из того же Росреестр. Вот раньше можно было получать. И сейчас можно получить, но будут получены квартиры, да, то есть любой может обратиться в Росреестр. То есть он получит квартиры, где, если это в собственности органа муниципальной власти, будет написано «Уссурийский городской округ». Если это Министерство обороны, будет написано «Российская федерация», а физлицо будет написано. То есть физическое лицо, и, по-моему, данных нет, или как-то так оно пишется. Сейчас уже не вспомню. То есть все. То есть по вероятному, и вот такую информацию, которая необходима, ее можно взять все-таки в Росреестре, да? Ее можно взять. Без подробностей. Да, его можно заказать, это недорого делается. Где, где, давайте сразу уже рассказывать, где? Это рекомендую на сайтах, и до сих пор эти услуги продолжают еще оказывать, пока не до конца все это дело запретили. Но надо понимать, что по физлицам данных не будет. Но вы будете знать, у вас будет количество квартир, которые в собственности у физических лиц, да, будут квадраты. У вас будут данные о том, сколько у администрации, сколько у Минобороны. То есть, по сути, это 2-3 часа работы усиленно потратить на это, и тогда будет понятно. А есть ли шанс для того, чтобы, убедив Минобороны, сменить компанию? Без этого, к сожалению, ну, можно, да, можно обратиться напрямую в администрацию. Да, еще давать варианты, куда можно сходить, например. Можно сходить в администрацию, попросить их, предоставьте список квартир, которые находятся вашей собственностью. То есть, такое же тоже делается. 30 дней на ответ есть, поэтому они предоставят. Это в какое управление или в отдел? Ну, если не ошибаюсь, в управление жилищной политики. То есть, можно к ним обратиться. Можно направить запрос в Минобороны, в тот же самый ЦЖКУ. Те, кто отвечает за жилой фонд, то есть, с тем же вопросом. А в Росреестре можно вот... Это время просто. Потому что пока направил ответ, пока получил запрос, это месяц-два месяца. Вот операцию с Росреестром можно провернуть за день. Поэтому тут вопрос будет зависеть от того, если вы располагаете временем, то, да, письменные запросы направить и ждать информацию. Если хотите оперативнее и интереснее, то это можно работать напрямую с Росреестром. В общем, нет, нет неразрешимых ситуаций, я так понимаю. И, опять же, вы консультируете по этим вопросам в общественной организации защиты прав потребителей? Конечно, по вопросам защиты прав потребителей консультации бесплатные, люди звонят, приезжают, не вопрос. Так, хорошо, но у нас осталось 3 минуты. Сколько? 3, да. 3 минуты, а я вижу, что еще какие-то нововведения, может быть, коротенько о чем-то так важном. Ну, если коротко, буквально в этом году, в самом начале, многие получили платежки, обычно это было в марте, по пересчету ОДН за прошлый год. Вот, суммы получились у многих большие, и законодатель оперативно внес, опять же, и изменения. Теперь подобный платеж, перерасчет за прошлый год, он будет разбиваться 12 равными долями в течение всего года. То есть, да, перерасчет будет, но он уже будет небольшими суммами добавлен к текущим платежам. В какое-то увеличение стороны всегда этот перерасчет? Напомню, нет, это... Вот у нас не было такого. Да, он не у всех. Одни дома платят фактически начисления по переборам учета. Другие платят норматив, так же самое, если вышел, например, перебор учета и строя, то могут платить просто норматив. Есть дома, где платят... Они выбрали решение, что они платят не по перебору учета, а они платят именно норматив, установленный агентством вам по тарифу. И вот для таких домов в конце года, то есть взяли фактическое потребление за год, взяли то, что люди оплатили по нормативу, разницу выставили в начале года. Вот, про вот эти вот. Таких много? Ну, обращений было... Ну, больше десятка домов как минимум было. То есть это, кто звонили с вопросами, как так, в квитанции, то есть там плюс 200, плюс 300 рублей. Вот. И еще раз говорю, то есть да, это вот, это было первый год, потому что изменения было только в том году. Ну, вполне возможно, что это будет каждый год дальше. Но вот этот пиарерасчет, напомню, будет теперь равными дарами. Поэтому он будет... То есть эти 200-300 рублей расплывутся по году. Да, да, да. И поэтому это будет легче для собственников. Единственное, там поставлено условие, если вдруг в течение этого года управляющая компания будет меняться, то она разово сделает это до начисления. Почему? Потому что сейчас управляющая компания, это как бы она вкладывает свои деньги. Она же их заплатила в ВИЧ-16-й организации. И здесь она как бы должна их собрать. Она вложила свои деньги. Поэтому если смены не будет, то будет нормально. То есть она собственников частями возьмет. Ну, а если произойдет смена, то будет до начисления. И что-то про газ. А, ну, это касается домов с газом. Только, наверное, в Радужном, да? Это немножко у них изменилось. Меньше минуты. Изменяется немножко у них порядок. То есть приняты там новые изменения в закон. Но на домах будет только одна специализированная газовая компания. Но это такое, это схема, которая будет к первому сентябрю. То есть она вот только-только-только начинает. Понятно. В общем, совсем еще все сырое. Спасибо вам огромное. Очень интересно. Евгений, я напомню, что примерно раз в месяц, раз-полтора-два Мы обязательно встречаемся в этой студии для того, чтобы рассказать вам о коммунальных новинках. Напомнить какие-то старые правила, которые не устаем напоминать уже лет восемь. И будем продолжать это делать. В школе управдома учитесь эффективно управлять домами. Ну и обращайтесь за бесплатными консультациями в общественную организацию защиты прав потребителей. Ну а мы с вами увидимся в следующий понедельник на канале Телемикс в 20.00. До свидания. Телемикс